Родственники жертв ужасающей атаки на золотодобытчиков в Буркина-Фасо ждут информации. Многие в отчаянии. Людям пока не позволяют опознать тела. «Мы хотим забрать тела наших родителей, чтобы достойно их похоронить. Больше ни о чём не просим». Нападение произошло на востоке страны в среду. Неизвестные атаковали колонну из пяти автобусов с военным эскортом, которая ехала на шахту. В автобусах были рабочие канадского золотодобывающего предприятия «Симофо». По ним открыли стрельбу. В результате не менее 38 человек погибли, более 60 получили ранения, ещё десятки пропали без вести. «Он был управляющим на шахте. Нам сообщили, что он погиб по автобусе. Но мы не видели его тело и нет никакой официальной информации. О том, что он остался в автобусе, нам рассказали его коллеги. Мы думаем, что он погиб, но хотим подтверждения. Потому что мы всё-таки в Африке. Здесь, если нет тела, то о смерти не говорят». «Я не видела мужа два дня. Сегодня приехала сюда забрать его тело. Мне не важно, что говорят министры. Это не воскресит мёртвых». Нападение произошло на границе провинции Гурма и Топоа. Раненых доставили в несколько больниц. Власти обещают оплатить лечение. Некоторые пострадавшие в критическом состоянии. «Брат рассказал мне, что пуля попала ему в ногу, и он упал на пол. Потом на него стали падать другие люди. Выстрелы продолжались. Тем, что он оказался под телами, Господь защитил его. Он получил две пули – в ногу и в стопу». Кто устроил засаду, пока неизвестно. На отдалённом севере и востоке Буркина-Фасо действуют исламистские террористические группировки. Президент страны в своём обращении к нации после атаки обвинил джихадистов и приказал силам безопасности нанимать добровольцев для защиты Родины. Темпы роста экономики еврозоны, скорее всего, будут медленнее, чем ожидалось. В качестве причин еврокомиссар по экономике Пьер Московиси назвал торговые и геополитические конфликты, а также Brexit. «Не могу не согласиться, что в будущем многие риски снижения будут оказывать влияние на состояние экономики, рост неопределённости, торговая и геополитическая напряжённость, а также более серьёзная, чем ожидалось, замедление китайской экономики. Это всё внешние риски. Что касается внутренних, то мы не можем полностью исключить риск неконтролируемого Brexit'а». Согласно июльским прогнозам, темпы роста экономики еврозоны должны были в этом году составить 1,2%, а в 2020 и 2021 году – 1,4%. «Вслед за ростом в 1,1% в прошлом году мы ожидаем замедления в еврозоне до 1,1% в этом году и примерно таких же темпов в 2020 и 2021 годах». Ранее свой прогноз представил и Международный валютный фонд. Он более оптимистичный. МВФ ожидает, что в этом году темпы роста составят 1,2%. Большие надежды он возлагает на экономику Германии. Комментируя бюджет Италии, Московиси отметил, что Еврокомиссия ведёт с правительством страны обмен информацией и что с 2020 года никаких дисциплинарных мер в отношении Рима пока вводить не планируют. Мощные, стремительные и рисковые. На мотовыставке в Милане представили новинки в мире двухколёсного транспорта. В этом году главное внимание привлекает премьера японской «Хонды» – супербайк «Файрблейд». Модель уже четверть века радует байкеров превосходной управляемостью, а теперь ей добавили ещё достоинств. Мотоцикл получил четырёхцилиндровый двигатель, самый мощный в истории компании. Он развивает 214 лошадиных сил. Машина весит 201 килограмм. «По мере того, как мотоциклы становятся быстрее и мощнее, мы всё больше помогаем райдерам, делая машины более безопасными, чтобы они могли контролировать их и извлекать из них максимум пользы». Итальянский производитель MV Agusta в следующем году отпразднует 75-летний юбилей. В честь важной даты компания выпустит ограниченную серию моделей Rush 1000 мощностью 208 лошадиных сил. Дизайнер Адриан Мортон особенно гордится задней частью Нейкида. «С этого угла мотоцикл смотрится лучше всего. Мотоцикл – это эмоции, а задняя часть – это три четверти мотоцикла, передают эмоции, которые дарит эта машина». Дебют от итальянской компании Ducati Street Fighter V4. Это оголённая версия Ducati Panigale V4. Мотоцикл мощностью 208 лошадиных сил весит всего 178 килограммов. «И вся эта мощь контролируется сложной электроникой, которая досталась ему от нашего спортивного мотоцикла высшего класса». Прижимную силу на высоких скоростях увеличивают два Винглета. Благодаря этому мотоцикл становится устойчивее. Японская Ямаха подумала о будущем жителей мегаполисов. В компании считают, что автомобилисты всё чаще будут пересаживаться на мотоциклы. И как раз для них разработали трёхколёсный городской скутер. «Дополнительное колесо – это большая площадь соприкосновения с дорогой, поэтому затормозить можно быстрее. А большие 14-дюймовые колёса обеспечивают намного больше комфорта». Выставка мотоциклов в Милане – крупнейшая в мире. За последние 15 лет её посетили более 10 миллионов человек. В мотосалоне участвуют 1800 компаний из 43 стран. Северомакедонский художник Светозар Богдановский создаёт скрипки и альты уже более трёх десятилетий. Его инструменты знают во всём мире. Но виртуозному мастерству его никто не учил. До всех премудростей дошёл сам. «Моей главной профессией была живопись. Я и не думал о чём-либо ещё. Необходимость делать скрипки появилась, когда у моего сына проявился талант скрипача. Тогда ему было лет семь или восемь». Денег на покупку инструмента у Светозара не было, поэтому и решил сделать его сам. Теперь его сын – профессиональный музыкант, а мастер так и продолжает создавать скрипки. Ему помогают знакомая художница и жена, которая по профессии скрипачка. Светозар делает инструменты из клёна и ели, срубленных в боснийских лесах. Некоторые скрипки – копии знаменитых изделий из Традивари, Гварнери и других великих мастеров. Инструменты северомакедонца получали награды в 2008 и 2012 годах на конкурсе «Violent Society of America». Их отметили за прекрасное звучание. А это скрипка – копия инструмента Джузеппе Гварнери, который был создан им в 1731 году. «Впервые я выступила с ней в 2012 году на музыкальном фестивале в Сан-Рэмо. Там я представляла нашу страну и победила». Светозар создал более 700 инструментов, и каждый ему по-своему дорог. «В каждой скрипке есть что-то особенное и уникальное. Хотя все инструменты и похожи, но нет двух одинаковых. Они отличаются друг от друга так же, как люди». Некоторые скрипки мастера-самоучки стоят десятки тысяч долларов.